Мемуары одного из основателей Битлз, Пола Маккартни, выйдут в двух томах 2 ноября этого года. Легендарному музыканту, мультиинструменталисту, писателю и продюсеру, 16-кратному обладателю премии Грэмми, рыцарю-бакалавру и кавалеру Ордена Британской империи есть что рассказать. 78-летний Маккартни объявил, что выпускает объемные мемуары на 960 страницах. Произведение уже доступно для предзаказа, передает Hollywood Reporter в труде под названием The Lyrics, 1956 to the present, то есть с 1956 по наши дни тексты. Рассказана 64-летняя история музыкальной карьеры автора в алфавитном порядке. От первых дней жизни в Ливерпуле через историческое десятилетие The Beatles до Wings и долгой сольной карьеры Маккартни. В книгу войдут тексты 154 песен Пола Маккартни с комментариями автора его жизни и музыки. Так говорится в описании от издательства LiveWrite, которое займется выпуском книги. В автобиографию войдут не только зрелые сочинения музыканта, но и его ранние композиции, написанные в возрасте 14 лет. Маккартни рассказывает о создании хитов Let It Be, Lovely Rita, Yesterday, о родителях Джонни Леннани и Королеве Елизавете, о своих литературных предстрастиях, сопровождает все фотографиями из личного архива, рукописными текстами и своими эскизами и живописью. Цитаты я потерял счет тому, сколько раз меня спрашивали, почему я все еще не написал автобиографию. Но время все не приходило. Единственное, что мне всегда удавалось сделать, будь то дома или в дороге, это писать новые песни, рассказал Маккартни. Музыкант сравнил свои песни с дневниковыми записями. Когда люди достигают определенного возраста, они начинают вести дневники, чтобы вспомнить и сохранить прошлое. У меня нет таких записных книжек, у меня есть мои песни. Конец цитаты. Редактированием мемуаров Маккартни занимался ирландский поэт, лауреат Пуллицеровской премии Пол Малдун. В книгу вошли их беседы о песнях музыканта, которые велись на протяжении пяти лет. Сэр Пол и я регулярно встречались и проводили двух-трехчасовые сессии с интенсивными обсуждениями предыстории песен, рассказал Малдун. Странным образом наши беседы напоминали разговоры Маккартни с Джоном Ленноном, когда они писали для Битлз. Поэт считает музыканта исключительно жизнерадостным человеком и глубоким мыслителем. Он долго и пристально всматривается в каждый аспект жизни, и я верю, что читатели, старые и новые, будут поражены книгой, которая покажет эту его сторону, отметил Малдун. Маккартни надеется, что его мемуары откроют людям что-то новое в его песнях и жизни, то, что прежде было скрыто. Цитирую, я попытался рассказать, как рождается музыка, что она значит для меня. Надеюсь, она приобретет значение для других. «The Lyrics» — не первая литературная работа Маккартни. Он уже выпускал альбом стихотворений, написанных с 1965 по 1999 годы. «Blackbird singing» — детскую книгу, кстати, «Высоко в облаках», а также «Привет, дедушка». Это книжка с картинками для детей, основанная на его отношениях с восемью внуками и иллюстрированной художницей Кэтрин Дёрст. Ну и бывший кандидат в президенты США, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, также в ближайшее время, видимо, напишет и выпустит книгу в жанре «Тридлер» совместно с канадской писательницей Луизой Пенни. Об этом сообщает издательство «Саймон и Шустер». Выход книги под названием «State of Terror» — «Состояние террора» или можно перевести, наверное, «Государство террора». Выход книги намечен на 12 октября. Главной героиней станет госсекретарь, которую недавно назначили на эту должность. Цитата «Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и секретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора», так говорится в описании книги на сайте издательства. Саймон и Шустер отметили, что в триллере рассказывается о закулисной мировой драме, цитирую, «основанной на деталях, которые могут быть известны только инсайдерам». Сама Клинтон назвала написание книги в соавторстве Спенни «сбывшейся мечтой». Хилари Клинтон и ранее писала книги. В частности, в 2017 году она опубликовала свои воспоминания. Книгу под названием «Что произошло». В ней Хилари Клинтон рассказала о прошедшей президентской гонке и признала, что проиграла республиканцу Дональду Трампу из-за личных ошибок. Хилари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009 по 2013 годы. Она также являлась кандидатом на пост президента страны Демократической партии на выборах 2016 года. Тогда она уступила Трампу по итогам голосования выборщиков. В то же время по числу проголосовавших за нее граждан она опередила своего конкурента. Говорится о двух-трех миллионах голосов. Об этом очень часто и очень постоянно любят вспоминать демократы, те, кто поддерживал Хилари Клинтон. Телеканал Comedy Central снимет новый полнометражный анимационный фильм о BBC и Батхеде. Об этом было объявлено на презентации для инвесторов, посвященной запуску нового стримингового серверса Paramount+. Про фильм, который выйдет эксклюзивно в Paramount+, рассказали сами BBC и Батхед в ролике, стилизованном под звонок в Zoom. Названия и сроки выхода картины пока неизвестны. Сервис Paramount+. запустится 4 марта. Изначально он будет доступен у нас в Соединенных Штатах, странах Латинской Америки, Северной Европе и Австралии. Помимо прочего, в планах Paramount+, перезапуск шоу MTV Unplugged и Yo MTV Raps, а также программы Behind the Music канала VH1. Также обещано новое шоу лидера Foo Fighters Дэйва Гролла и его мамы Вирджинии, посвященное матерям, воспитавшим известных музыкантов. «Бивис и Батхед» — мультисериал для взрослых о двух американских подростках, созданный Майком Джаджем и выходивший на канале MTV. 1993 по 1997 год в эфир вышли 7 сезонов сериала. Кроме того, в 1996 году выходил полнометражный фильм «Бивис и Батхед уделывают Америку». В 2011 году сериал перезапускали на один, восьмой сезон. В июле 2020 было объявлено, что у сериала о приключениях «Бивиса и Батхеда» выйдут еще два сезона. В штате Оклахома родился щенок шестью лапами и двумя хвостами. Родившийся щенок смешанной породы бордер-коли и австралийской овчарки. По словам владелицы больницы доктора Тины Нил, щенок появился на свет вместе с восемью братьями и сестрами во время сильной метели. Его привезли на осмотр, когда стихия утихла. Он получил кличку «Шкипер». Цитата у щенка «одна голова и грудная полость, но две тазовые области, два нижних мочевых тракта, две репродуктивные системы, два хвоста и шесть ног». У «Шкипера» также есть признаки расщепления позвоночника, сообщил ветеринар. Несмотря на указанные отклонения, органы животного находятся в отличном состоянии, отметила специалист. Все его лапы двигаются и реагируют на раздражители. По мнению врачей, щенку потребуется дополнительная физиотерапия, а также помощь с подвижностью, когда он подрастет. Американка перенесла вторую операцию по пересадке лица после нескольких лет попыток сохранить первый трансплантант. Почти 15 лет назад бывший муж облил ее щелочью, и с тех пор женщине пришлось пройти через десятки операций в попытках справиться с болью и получить возможность нормально жить. 52-летняя американка Кармен Бландин Тарлтон стала вторым человеком, пережившим две операции по пересадке лица. Организм отверг первый трансплантант спустя годы борьбы за его сохранение. Подробнее о случае рассказывает издание People. В 2007 году бывший муж избил ее бейсбольной битой, а затем облил щелочью. Женщина получила ожоги более 80% тела, но выжила. В течение трех месяцев после нападения она прошла через 38 операций и десятки процедур переливания крови. А затем годами терпела боль и подвергалась еще нескольким десяткам операций. В 2013 году врачи пересадили ей новое лицо. После операции Тарлтон чувствовала себя гораздо лучше. Она увлеклась игрой на фортепиано и банджо, написала мемуары, сбросила 10 килограмм веса, путешествовала и выступала публично, призывая людей не зацикливаться на гневе и ненависти, и не терять надежды на исцеление. Однако все это время ей приходилось бороться с собственным организмом, который отторгал трансплантант. Новое лицо краснело, опухало. Тарлтон снова страдала от мучительных болей. Врачам удавалось справиться с этим состоянием, но в 2019 году ситуация ухудшилась. К тому моменту, как Тарлтон оказалась в больнице, по контуру трансплантанта на шее и ушах образовались язвы. Часть сосудов, соединявших трансплантант с собственной кожей пациентки, сузилась и закупорилась, что привело к некрозу. Если бы омертвение ткани лица происходило быстро, врачам пришлось бы удалить донорские ткани и попытаться реконструировать то лицо, с которым Тарлтон осталась после нападения мужа. Этого она боялась больше всего. Но повреждения распространялись медленно, и Тарлтон смогла дождаться новой операции. Я хотела попробовать еще раз. Говорит Тарлтон, большинство людей не понимают, каково это – не иметь губ и постоянно пускать слюни, не иметь век. У меня есть синтетическая роговица, которая при наличии век продержится гораздо дольше. У меня было очень много причин хотеть пересадить лицо. «Важно понимать, что пересаженные ткани, как и любой другой орган, не живут вечно», – рассказывает хирург Богдан Помахак, который проводил операцию. «Мы надеемся, что они пробудут с пациентом до конца его жизни, но часто это не так, и у Кармен была очень сложная с иммунологической точки зрения ситуация». Конец цитаты. Операция прошла в июле 2020 года в Центре женского здоровья имени Бригмана в Бостоне. Она заняла 20 часов и потребовала присутствия 40 специалистов. Второй имплантант прижился гораздо лучше, боль прошла. Оценить результат визуально Таралкон сложно. В 2009 году она ослепла на правый глаз, а с 2018 почти ничего не видит и левым. Поэтому ей приходилось очень близко подходить к зеркалу или фотографировать себя и увеличивать изображение. Нам невероятно повезло, что мы по чистой случайности нашли донора, чей организм по многим характеристикам совпадал с организмом Кармен. Такого можно было бы ожидать, если бы речь шла о ее брате или сестре», – отмечает Помахак. Тарлтон осталась очень довольна операцией. Первый раз это было несколько фантастически, говорит она. Учитывая, насколько я была обезображена до этого, мне стало легче. И теперь мне тоже намного легче. Донором нового лица стала 36-летняя Кейси Лабри, скончавшаяся от передозировки опиоидами. Через зум Тарлтон познакомилась с ее семьей. Родственники женщины пережили ее смерть легче, зная, что ее органы позволили спасти шестерых человек. Лачи также использовали сердце, легкие почки и печень погибшей. Это дало нам надежду и позитив в безнадежной ситуации, делится невестка Лабри Бобби Сью Харрингтон. Она хотела бы после окончания пандемии встретиться с Тарлтон лично. Помахак надеется, что это лицо останется с Тарлтон на всю жизнь, хотя есть риски, что отторжение через несколько лет начнется снова. Тарлтон настроена оптимистично. Я верю, что это лицо будет со мной, пока я не покину землю, говорит она. Это мое последнее лицо, у меня не будет третьего. В мире проведено более 40 операций по пересадке лица, 15 из них у нас в США. Пока что никто из американцев, получивших новые лица, не сталкивался с их полным отторжением. Единственный случай был зарегистрирован во Франции. Иммунная система пациента спустя 8 лет. Все-таки отторгла трансплантант настолько, что пришлось прибегнуть к повторной операции. Дамы и господа, у меня все сообщения на сегодня. Время передачи подошло к концу. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам всего доброго. До свидания.